Всем здравствуйте! С вами Елена Монотиадо и я приветствую вас на своем канале. В начале сегодняшнего расклада я хочу поблагодарить новых подписчиков моего канала за доверие, за ваш интерес к моим раскладам. Мне очень приятно, если честно, то я не совсем была готова к такому очень быстрому продвижению и прорыву, и именно поэтому посчитала нужно поблагодарить вас за доверие. Хорошо, прежде чем я начну расклад, я хочу сказать еще один такой момент. Под этим видео в ссылочках, ссылки скорее всего есть на моей соцсети. Я каждую пятницу провожу бесплатные пятничные акции, я их просто озвучивала, но возможно не все знают, о чем я говорю. Дело в том, что у многих из вас, это понятно, нет возможности финансово оплачивать мои консультации. Кстати, записаться на них вы можете также по этим ссылкам. И поэтому я каждую неделю провожу в соцсетях, конкретно в инстаграме и фейсбуке, пятничные акции. Они заключаются в том, что у вас есть возможность задать мне один вопрос и получить мини-консультацию в аудио формате, то есть я записываю голосовые сообщения. Я провожу каждую пятницу эти акции. Для этого вам нужно быть просто подписаны на мои соцсети и не пропустить этот пост. Хорошо, сейчас, прежде чем опять-таки начнем расклад, я хочу поблагодарить за идею сегодняшнего расклада Марину. У вас также есть возможность в комментариях написать идею для своего расклада, который вас, возможно, интересует. И если эта идея будет созвучна со мной, я обязательно сделаю расклад на данную тематику. Достаточно только того, чтобы она не касалась каких-то любовных отношений, вопросов смерти и здоровья. На все остальные вопросы с огромным удовольствием я смогу сделать расклад. Итак, тема сегодняшнего расклада – это важная, значимая встреча. Как она пройдет? Очень часто в нашей жизни бывают такие встречи, когда от того, как она пройдет, как она завершится, от результата этой встречи зависит наша дальнейшая жизнь в прямом, либо в переносном смысле. И речь сегодня не пойдет о встрече любовной, либо в профессиональном плане, а более обширной, более, так скажем, масштабной для того, чтобы вы могли ее примерить на себя. Три позиции вы выбираете визуально, на слух, кто как привык. И мы сегодня посмотрим, попробуем разобрать эту тему. Как пройдет важная, значимая встреча для вас? Что вам, на что нужно будет обратить внимание? Что нужно будет избегать? Вообще, какую линию поведения вести? Хорошо. Первая, вторая и третья позиции. Я надеюсь, вы выбрали. Если нет, ставите на паузу в любой момент. Да, и выбирайте. Итак, позиция номер один. Как пройдет ваша встреча? Девятка жезлов. Если брать в общих чертах, то встреча здесь пройдет, не так позитивно, как бы хотелось бы, о чем я говорю сейчас. Дело в том, что не будет такого развития событий, как бы вам хотелось. Больше акцент здесь идет на то, что вы будете в процессе разговора, в процессе диалога, вы будете видеть, где и в чем вы ошибались. То есть вам будут указывать, либо вы внутри себя интуитивно почувствуете, ощутите, что такое ощущение, что эта ситуация уже была в моей жизни, она просто повторяется с целью того, чтобы показать именно какие-то мои ошибки в прошлом. То есть, возможно, здесь, ну, простым говоря, языком будут некие такие разборки, да, вот на это больше направлена эта встреча. Но из-за того, что у вас уже были набиты шишки в прошлом, в схобах, в похожих ситуациях, какой-то момент вы не будете знать, как вам действовать. Сейчас, ох, выпало сразу две карты. Да, где-то в каких-то моментах вы будете себя ощущать некой жертвой. И у вас будут такие переменные ощущения внутри себя, что где-то вас, возможно, унижает, принижает, где-то вы чувствуете себя, реагируете на какие-то слова и ощущаете ниже клинтуса, а где-то в каких-то моментах, наоборот, у вас будет всплывать такая агрессия, и вам нужно будет уметь обратить внимание именно на ваши эмоции, на то, как вы реагируете. И просто помнить, какая у вас стоит цель, какой результат вы хотите получить от этой встречи. То есть, другими словами, здесь акцент будет сделан больше на вашу реакцию, и она будет очень огненная, вы будете быстро, очень ярко, эмоционально включаться. Поэтому учитесь контролировать, если эта встреча действительно для вас важна, учитесь контролировать здесь свои эмоции. И будет еще также ощущение некого такого подвешенного состояния. Будут моменты, когда вы действительно не будете знать, как вам действовать. Но при этом карты говорят о том, что вам нужно будет все равно не закрываться здесь в процессе диалога, а именно действовать. К вам придут мысли, идеи в этот процесс, но в этом моменте. Но вам нужно быть именно сфокусированным на себе, да, прислушиваться к тому, что вам говорит ваше второе «я». Но при этом помнить, что вам очень важно контролировать свои эмоции для того, чтобы не спровоцировать конфликта. Если вы действительно хотите найти решение той задачи, для которой вы встретились с этим человеком. Хорошо. На что стоит обратить внимание? Да, здесь внимание вам нужно обратить на то, что процесс будет не быстрым. То, что этот процесс, этот диалог, эта встреча, она будет направлена на то, чтобы найти решение, исцеление того, что с вами происходит. И здесь нужно быть именно умеренным. Умеренным в своих словах, умеренным в своих ощущениях, чувствах. И то, что вы должны делать. То есть не быть напористым, не давить на другого человека в моменте, когда вы будете очень сильно эмоционально реагировать. И при этом не закрываться с другой стороны, когда вы будете слушать слова, возможно, которые будут вас обижать, либо вы будете ощущать, что вы сейчас проигрываете в этой борьбе. Также вам стоит обратить внимание на то, что в каких-то моментах этого диалога вы, возможно, будете чересчур догматичны. Возможно, у вас есть свое правильное восприятие мира, основываясь на вашем прошлом опыте, на тех ошибках, которые вы совершали. И, быть может, ваше понимание и восприятие мира, оно намного шире, оно намного глубже. У вас есть больше опыта, нежели у оппонента. Но то, как вы доносите информацию до другого человека, на это нужно обратить внимание, потому что вы можете действительно не слышать, что вам говорит другой человек. То есть у вас есть четкое восприятие того, как все должно происходить, что вы должны увидеть, и при этом вы не даете возможность другому человеку сказать вам свою точку зрения. Она, возможно, будет и ошибочной, а, возможно, и нет. Но вы не будете слышать другого человека. Обращайте внимание на это, потому что от этого будет зависеть именно ваше будущее. Сейчас вам нужно обратить внимание как раз-таки на меру, и на те догмы, и на те убеждения, которые присутствуют у вас касательно того, что есть истина, а что нет. Кто прав в этой ситуации, а кто виноват. Вам нужно обратить внимание на то, что действительно вы хотите. Прежде чем пойдете на встречу, просто поймите, чего вы хотите получить от этой встречи. Если вам действительно важен результат, старайтесь находить компромисс для того, чтобы прийти к результату, а не прогибать свою точку зрения. Почему? Потому что так вы отклонитесь от равновесия и не получите своего желаемого результата. Будьте другими словами, более мягче и больше слушайте. Чего нужно избегать? Спешки. Спешки вам нужно избегать в этой беседе. Почему? Потому что вы уже добились неких результатов, вы долго трудились над темой, так скажем, этой встречи, и вам нужно понять, что результаты, которые вы хотите получить, они будут небыстрые. Поэтому, возможно, вам недостаточно будет только одной встречи, возможно, вам понадобится еще несколько, но это будет ключевая, от нее будет зависеть все, как будет развиваться, поэтому торопиться здесь не нужно. Старайтесь больше понимать своего собеседника, старайтесь услышать, старайтесь войти в его положение, понять, а почему он настаивает на том, что он хочет, что было в его жизни, как его воспитывали, какие у него ценности. То есть старайтесь понять сначала, изначально его точку зрения, для того, чтобы найти компромисс. Дальше. Какое будет наилучшее ваше поведение при этой встрече? Да, нацелиться на цель, ту, которую вы хотите, и да, здесь мне почему-то кажется, что все-таки встреча идет касательно больше деловой, профессиональной сферы, карьеры и финансов, и здесь вам нужно будет просто помнить то, что я сказала, какова ваша цель этой встречи, что вы хотите получить, нацелиться на эту цель, на то, что вы знаете исключительно какую-то часть всей ситуации, возможно, у вас нету полной картинки, и для того, чтобы получить свой результат, да, вот это вот, либо деньги вы хотите здесь, здесь речь о деньгах, мне кажется, идет, да, каких-то финансовых благ вы хотите достигнуть, один из вариантов, вам нужно будет нацелиться на гармоничное достижение этой цели, да, не на конфликт, не продавливание, то есть вам нужно будет в очередной раз, говорю, прийти к компромиссу, обратите на это внимание, то есть не нацелиться на то, что я прав, возможно, вы и правы в ситуации, и так оно и может быть, но у вас какая задача, быть правым, либо получить тот результат, который вы хотите, иногда проиграв бой, это не значит, что вы проиграете войну, сделать один-два шага назад и дать, возможно, человеку показать, что вы готовы в чем-то поступиться, это намного бывает благоразумнее и целесообразнее для того, чтобы достичь своей цели, прям вот у меня ощущение такое, знаете, сконцентрированное, сосредоточенное на том, что вы хотите, прям вот здесь вот очень такая важная действительно встреча будет, совет Таро, успокойте свой ум, успокойте свой разум, для того, чтобы построить тот город, то, что вы хотите, для того, чтобы достигнуть, вы должны найти спокойствие в своей голове, ваш ум, он настолько активный, вы настолько быстро все прокручиваете, работает он с огромной скоростью, что вы не сфокусированы на том, что происходит в моменте здесь и сейчас, и вы можете упускать какие-то важные моменты в беседе и в диалоге, то есть не прокручивая, то есть, да, вы сказал, к примеру, вам человек одно слово, вы уже изначально прокрутили весь сценарий в голове, как дальше будет разворачиваться ситуация, и вот в этом моменте процессы, в своем мыслительном процессе вы упускаете ключевые слова, расслабьтесь, больше слушать, в очередной раз говорю о том, что нужно идти с холодной головой, да, и сделать как раз-таки истинный выбор, настоящий, в пользу внутреннего вашего внутреннего состояния, в пользу гармонии и баланса внутри вас, спокойствия. Когда ваш ум спокоен, когда эмоции сконцентрированы на то, что вы хотите, и вы находитесь в расслабленном состоянии, не проецируете того, что будет происходить, как будете происходить, а просто доверитесь себе, в конце концов, и доверитесь самому процессу, да, вселенной, вы получите тот результат, который вы хотите. Карты говорят о том, что вам нужно сбавить немножечко контроль. Вы слишком напряжены, и в этом процессе напряжения вы действительно настолько одержимы получить то, что вы хотите, что все должно быть у вас под контролем. И вот это вот состояние контроля, оно не дает вам гибкости увидеть другие возможности, кроме тех, которые вы уже знаете. То есть для вас подготовлено абсолютно другое решение, и оно будет наилучшим для вас. Но для того, чтобы его увидеть, вам нужно ослабить немножечко свой контроль, просто довериться, слушать себя. Довериться – это не значит, что вы, ну, не справитесь с этой задачей, и все пойдет изначально, ну, не так, как бы вы хотели. А наоборот, доверие – это то состояние, что в любом состоянии, в любом случае я смогу найти и услышать правильное решение. Вот это про то состояние доверия, о котором я говорю. Хорошо, это была первая позиция. Да, здесь энергия очень жесткая, очень огненная, и вот действительно присутствует сильный контроль. Хорошо, позиции, я так смотрю, о, время уже. Да, опять будет большой расклад. Как бы я ни старалась сделать маленький, видимо, это не мой конек. Хорошо. Хорошо, вторая позиция. Как пройдет встреча? Да, здесь встреча пройдет более, так скажем, комфортно. Она будет направлена на выстраивание, на построение чего-то нового. Здесь акцент будет сфокусирован на зарождении. Что-то новое будет рождаться, что-то новое вы готовы строить. То есть, причем то, что вы хотите строить, вы будете строить это сообща, то есть не со своей точки исключительно эгоистичной, то есть вот я так хочу, и так и будет. Нет, вы готовы сотрудничать, вы готовы услышать другого человека, вы готовы вместе идти в будущее, да, в построение. Да, здесь вы готовы, кстати, к переменам, вы готовы идти к этим переменам справедливо, видеть, вы видите, очень прорицательные, и видите, как все может разворачиваться. И при этом карта говорит о том, что да, вам нужно двигаться именно к своим желаниям. Но будьте осторожны в плане того, чтобы вам нужно выстроить здесь стратегию. То есть не просто говорить, что ау, прекрасная идея, у меня есть идея, давай это создадим. Но и при диалоге вам нужно будет с другими людьми договариваться о стратегическом построении. Что это значит? О последствиях. То есть не просто о красивой идее, что давай ее начнем, а там пусть как будет. Нет, вам нужно будет изначально подумать о том, а как, какие будут последствия того, что вы задумали о своих желаниях. Как вы придете к этому? Здесь нужно обратить внимание еще и на стратегию. То есть как вы будете достигать то, что вы хотите. На что стоит обратить внимание? Да, акцент нужно сделать на том, что ваши желания, они изначально не должны быть эгоистичными. Ваши желания, они должны быть духовные. Не концентрируйте то, что вы хотите на каких-то бездуховных ценностях. То есть для того, чтобы была там только мне выгода, да, либо то, как вы привыкли это все делать в прошлом. Постройте новое. Постройте диалог, исходя из того, куда вы думаете, а из-за других людей, когда вы учитываете и их мнение. То есть не фокусируйтесь на какой-то, знаете, духовной нищете, которая присутствует. Изначально выстраивайте диалог именно и то, что вы хотите получить на основе более высоких каких-то глубоких духовных каких-то ценностей. Да, то есть не смотрите, чтобы вот я хочу просто получить свою выгоду и все, да, и мне не важно твое мнение, и не важно вообще, кто ты. Зайдите в этот диалог с позицией того, что ты мне не враг, ты мне человек такой же, как и я, у тебя есть такие же права, как и у меня. То есть заходите в диалог с точки зрения уважения и с начального к другому человеку. Покажите ему свою позицию уважения, что вы не возвышаетесь над ним, и в то же время вы не находитесь в позиции под. Зайдите на равных в этот диалог. Обратите на это внимание. Возможно, у вас уже присутствует в каких-то беседах вот такое состояние, что я больше тебя знаю, либо, ну, прислушайся ко мне, либо то, что мы хотим вместе, ты и я. Давай мы сакцентируем все больше на то, если это бизнес-проект, да, за рождение. А как мы будем больше получать деньги? Нет, здесь не про это. Сейчас вам нужно обратить внимание на то, что эта беседа, она основана на обучении. Обучение, да. Да, это кармическая беседа. В плане чего? В плане того, что вы завершаете именно опыт того, как у вас все было устроено на бездуховности, когда вы не прислушивались к своему внутреннему голосу, когда ваши действия и поступки, они не были созвучными, так скажем, с более высокими, такими моральными, да, ценностями, то есть более земными. Вы обращали внимание на нечто такое, ну, так скажем, на поиск хлеба насущего. А сейчас это все должно быть завершено, вы уже вышли на другой уровень, и ваше общение, оно уже должно выстраиваться на более высоких моральных ценностях. И вот про это вам говорят внимание. Обращайте внимание на это. Вы идете правильным путем. Вы провершили уже довольно большой, у вас есть опыт, вы завершили его, и сейчас начинаете выстраивать абсолютно новое. Если это отношения, они должны быть выстроены на духовных ценностях. То есть последовательно, постепенно, узнавая человека, понимая то же самое в профессиональной сфере. Не торопитесь, узнавайте больше ситуацию, рассматривайте ее с точки зрения, о чем она может быть полезна, ну, допустим, наши с тобой услуги будут полезны и другим людям, не с целью наживы. Вам нужно избегать вот этого вот бездуховного опыта, потому что он уже завершен. Не проецируйте его на будущее. Хорошо, а коль я уже сказала, что нужно избегать, давайте все-таки посмотрим. Да, страхов. Страхов разочарований, что опять все будет так, как было в прошлом, что у меня не получится взаимодействовать с людьми на равных. Ну вот опять-таки проигрывается эта карта, да, что где-то, возможно, на меня будут унижать, и где-то что-то я по заслугам и получу. В плане того, что, ну, не получится у меня то, что я задумал, да, то, что я задумала. Да, вам нужно уйти от этого и прийти именно к пониманию стратегии, как, да, вам нужно отсечь эмоции, отсечь свою зависимость от прошлого опыта. Прошлое прошло, все. Вот здесь главный страх, он связан просто с опытом. Я понимаю, что сложно в один день сказать, что все, теперь я буду действовать по-новому, потому что мы привыкли действовать, там, я не знаю, 20, 30, 10 лет, неважно, по одному определенному сценарию, и в один день это разрушить, и начать действовать по-другому, это сложно, однозначно. Но вы должны понять, что у вас есть сила духа, и вы уже способны это сделать, именно вы. Если бы это был кто-то другой, и попадали бы иначе карты, я бы сказала, что у вас нет такой пока способности, такого навыка. Но в вашем случае этот навык есть, вы можете, вы справитесь, у вас это получится. У вас достаточно сил, вам не хватает веры. Вам не хватает веры и принять жесткое решение, что прошлое прошло, в новое я иду, исходя из своего нового опыта, морального, более высокодуховного, и у меня это получится. Да, я пока не знаю как, но я доверяю себе, и я верю, что у меня это получится. Я с этим справлюсь. Избегайте страхи. Страшно, идите туда. Просто позвольте себе пройти этот страх. И не включайтесь, не акцентируйте на свой результат, что вот от этого может пойти провальная встреча. Нет, просто попробуйте. Даже если мы никогда не знаем плана богов на нас, и в плане того, что даже если то, что нам кажется провальным, возможно, на перспективу это и станет каким-то началом для чего-то более существенного и нужного нам. Поэтому не цепляйтесь за результат, фокутируйтесь на процессе. Какое будет наилучшее поведение? Так же, как и в первой позиции, как ни странно. Не торопитесь. И наилучшая позиция здесь будет терпение и сдерживание своих порывов, своих действий. В плане получения своего желания. Здесь почему-то мне идёт, что это какие-то личностные взаимоотношения. Если это так, то не торопитесь. У тебя почему-то идёт такое ощущение, что связано с какими-то сексуальными отношениями, где уже присутствует интим, и женщина хочет выйти замуж. Почему-то так. Но если это не ваш случай, просто не торопитесь в своих действиях получения того, что вы хотите. Весь процесс стабильности, вы смотрите на перспективу, свои действия, то, что вы хотите. Вы хотите получить... Скорее всего, ваше желание, оно связано с некой такой, знаете, устойчивым, чем-то таким постоянным, долгосрочным. Какая-то стабильность. Вы хотите обрести какую-то почву под ногами. И вам нужно понять, что для того, чтобы вы получили то, что вы хотите, на перспективу, не нужно торопиться. Не нужно торопиться, но при этом нужно продолжать делать то, что вы делаете. Это процесс будет очень медленный. Вообще, педакли сами по себе, это медленная масть. Но именно вот в этом процессе, того, как все будет зарождаться, того, как все будет происходить, вы должны научиться получать удовольствие. Постоянно себя подпитывать вот этой вот энергией, желанием двигаться дальше. И из-за того, что процесс долгосрочный, вы где-то сдуваетесь, где-то, возможно, не хватает сил, не хватает энергии. И вот вам нужно просто понять, что где-то вы должны будете подпитывать себя либо силой здравой мысли, либо, ну, скорее всего, здесь вам понадобится сила воли, для того, чтобы понимать, что процесс долгий, будете падать, будете, да, все будет развиваться, но вам нужно получать энергию именно из внешнего пространства, то есть улавливать какие-то мысли либо какие-то знаки, которые вас будут подпитывать для того, чтобы вы шли к своей цели. Здесь ответ на вопрос, как будет наилучшее, какое будет наилучшее ваше поведение, не торопиться. Не торопиться строить то, что вы хотите. Строите добросовестно. Совет второго. Разрушить свое желание получить победу быстро. Вот видите, опять даже здесь карты как раз об этом и говорят. То есть не торопитесь получить все быстро. Да, вы одержали некую победу, но вам нужно двигаться дальше. Не фокусироваться на том, что окей, у меня это получилось, и в будущем будет получаться, и вообще круто, и я остановлюсь здесь, где я нахожусь. Нет. Вам это нужно разрушить. Вам нужно постоянно двигаться. углубляться, если мы говорим о профессиональной сфере, в свой профессионализм. Если мы говорим с авиатором при встрече, то здесь не нужно торопиться, и нужно слушать себя. Нужно услышать себя. Да. Что и как. У вас есть помощь. Да. У вас есть помощь свыше, но вы ее в момент беседы, в момент встречи, вы ее, возможно, можете и упустить, если будете торопиться. Просто слушайте, что вам говорят, и уже в процессе сопоставляйтесь с тем, что вы ощущаете внутри себя. и вы будете получать знаки, если вы не будете торопиться. Знаки будут внутри вас. Вы как-то это, ну, либо почувствуете, либо услышите, либо как-то вот осознаете, а сейчас надо вот это сказать, а сейчас надо вот так поступить. Вы сможете это сделать, но только в том случае, когда разрушите вот это вот желание, вот быстро, быстро получить, чтобы быстро ваше желание реализовалось во время встречи. Допустим, если вы хотите подтверждение какого-то предложения, да, которое вам сделали, и вот вы хотите, да, сказать быстрее, да, да, не торопитесь, не торопитесь, вас никто не гонит. Хорошо, это была вторая позиция. И последняя, третья позиция. Как пройдет здесь встреча? Здесь однозначного ответа сказать сложно, все будет... Ответ здесь скрыт за занавесью верховной жилицы, все будет зависеть от того, насколько вы будете присутствовать в балансе. Однозначного ответа сказать сложно. Все будет 50 на 50. Да, здесь будет вообще все, то есть у нас как-то вот в трех позициях, да, карта умеренности выпадает. И карта говорит о том, что не нужно торопиться. Идет медленная трансформация. Сейчас именно, да, именно так. И ваша встреча, она как раз-таки имеет ключевое, это ключевое будет событие вот в процессе вашей трансформации. Вы, возможно, что-то в этой ситуации и не увидите, что не видите. Да, вы не видите то, что вы торопитесь. А вам карты говорят о том, что вам нужно взять небольшую паузу. Ваши вообще не. Вам карты говорят о том, что вам нужно взять небольшую паузу. и поработать над своей целью. Мне кажется, что прежде, чем вы пойдете на эту встречу, на эту беседу, вам нужно, у вас не хватает полностью всей информации касательно либо самой встречи, либо человека, либо темы той встречи, которые вы будете обсуждать. И вот вам нужно остановиться, то есть не торопиться встречаться с этим человеком, а взять небольшую паузу. Во-первых, вам нужно собраться энергетически. У вас не хватает ресурса для того, чтобы провести эту беседу. Вы слишком, я не знаю, мне кажется, здесь вы после болезни, что ли, может быть, что-то такое. Но болезнь может быть аллегорична, да? То есть как эмоциональная, так и действительно физическая. Вам нужно, во-первых, собраться здесь с ресурсами и поработать немножечко над своей целью для того, чтобы расширить свои горизонты, для того, чтобы получить какую-то дополнительную информацию. Вам не хватает информации здесь. Надо подойти к этой встрече более подготовленным, либо более подготовленной. На что стоит обратить внимание? На то, что эта встреча, она будет очень эмоциональна, и вам нужно подготовиться как раз-таки к этому. Вам нужно будет отсекать все эмоции, которые у вас будут всплывать. У вас есть эмоции либо касательно самой ситуации, либо человека, с которым вы хотите встретиться. И вам нужно будет как раз-таки отсекать все изначальные эмоции, которые у вас есть, прежде чем вы пойдете к этому человеку на встречу, на беседу. Возможно, либо тема вам неприятна, либо сам человек вам неприятен. И вот в такой позиции заходить в диалог, ну, это изначально уже поражение, потому что вы не будете слушать этого человека, вы будете закрыты абсолютно от него. А вам нужно именно вот эту вот ситуацию, включиться в нее с нового чистого листа. И отсечь эти эмоции, и сконцентрироваться именно на тех знаниях, на той информации, о которой я говорила ранее, которую вам нужно получить. Почему? Потому что, когда вы проанализируете ситуацию, и вам недостающиеся пазлы, которые сейчас присутствуют, получатся, тогда у вас сложится полная картинка. Тогда вы сможете принять то решение, которое вам нужно будет. И сейчас вы как раз таки крутитесь именно вот в этом сценарии, да, того, что вам не хватает... Вам не хватает каких-то, да, знаний, вам не хватает какого-то опыта здесь, профессионализма, для того, чтобы, если мы говорим о профессиональной сфере, то есть вам не хватает какой-то здесь, возможно, будет собеседование, и вам не хватает каких-то регалий, быть может, какого-то опыта, либо какого-то документа, который будет связан, я не знаю, с каким-то вашим образованием в прошлом. И вы пойдете на собеседование, к примеру, и вам этой бумажки будет не хватать. И вы почувствуете вот некое такое разочарование, что вот я подошел неподготовленный. То есть вот здесь вот еще и такое может быть. То есть вы можете закрутиться в старом своем привычном сценарии касательно вот именно того, как вы зарабатывали раньше деньги, да, например, как вы ходили в некую систему, либо... Здесь однозначно вот прям идет такое вот ощущение, и я повторяюсь об этом, но потому что я очень сильно чувствую, что вы эмоционируете. Здесь эмоции, они либо по поводу семьи у вас всплывают, то есть если это беседа касательно семьи, либо эта беседа будет, она связана с построением какой-то структуры, то есть либо вы устраиваетесь в какую-то систему, ну, устраиваетесь на работу, да, там уже слажена система. Вот вам нужно обратить внимание на это. Найдите все необходимые пазлы для того, чтобы у вас сложилась полностью картинка. Чего вам нужно избегать? Вам нужно избегать вашей зависимости от каких-то страхов. Вы как-то, знаете, поверхностно, незрело относитесь вообще к тому, как вам нужно действовать. Вот ваши действия, они какие-то ступорные, да, они какие-то, ну, вот они какие-то корявые. То ли вы не все продумываете, но если у вас не хватает информации, то вы как-то где-то с тобой впадаете в ступор и не знаете, как действовать. И от того, что вы впадаете в ступор и не знаете, как действовать, вы начинаете действовать, ну, первым попавшимся вам, который приходит на ум, действиями. А это, как правило, какой-то детский, неразумный подход. И он причиняет вам еще больше какой-то боли и разочарования и пугает вас. Вам нужно избегать детского незрелого поведения. Потому что здесь получается так, что, возможно, в процессе беседы вам скажут что-то, вскроется какая-то правда, от которой вы просто окаменеете. И вы не будете знать, как вам действовать, что вам нужно делать. И от реакции самого себя на себя вы как-то будете находиться в перепуге. Что же такое вы узнаете? Если речь идет о личных отношениях, то вы узнаете о каком-то романе, о каких-то отношениях. А если речь идет в общем, а не о личных отношениях, то вы узнаете о каких-то эмоциях, которые ограничивают вас. То есть, возможно, вам скажут какое-то слово, и как-то вас заденут эмоционально, и вы не будете знать, что сказать, как сказать. То есть, какой-то ваш, знаете, детский сценарий включится, и вы не сможете среагировать как-то адекватно. Как-то так у меня идет. Какое будет наилучшее поведение? Вот с самого начала, да, позиция была какая-то запутанная, нечеткая, неясная, она и продолжает быть. Нацельтесь просто на то, что вы хотите. Самое наилучшее ваше поведение будет нацелиться на то, что вы хотите. И принять все новое, которое будет происходить в процессе диалога. Просто принимать. Принимать и... Да, и стараться, знаете, довериться. Довериться самому процессу. Здесь будут происходить очень интересные вещи, которые, знаете, вы даже не сможете подготовиться к ним. Изначально я говорила, что вам не хватает информации, но вы не сможете подготовиться, потому что в процессе все произойдет как-то так, знаете, непредсказуемо. Такое ощущение, что все пойдет не так. Вот как это вот не так, я не знаю, но все будет такое непредсказуемое, поэтому как-то не могу четко сказать, что же вам нужно делать. Ну, просто единственное, что нужно будет сделать, просто принимать ситуацию. Вот как пойдет беседа, так и пойдет. Вы просто держите фокус на том, что вы хотите. А там уж как пойдет. Ну, все, все такое непредсказуемое. Давайте посмотрим совет Таро. Ну, Таро тоже советует нам... Таро советует нацелиться на то изобилие и на ту стабильность, на те земные блага, что вы хотите получить. То есть, ваше же желание, оно достаточно, вот касательно этой встречи, оно действительно такое земное, да? И вам просто нужно нацелиться на то, чтобы это получить. Но для того, чтобы это получить, вам нужно будет просто разгадать загадку дуальности. Немножечко запутанно говорю, но сейчас я поясню. Да, здесь речь идет о том, что... Поэтому ничего и не понятно. Вы немножечко сошли со своего пути. Вы немножечко потеряли себя. И поэтому, для того, чтобы эта беседа произошла, то пазла, о котором я говорю, который не хватает, он связан именно с тем, что вы потеряли себя. Найдите себя сначала. То есть, поймите, что вы хотите, для чего вам это нужно. И только потом вступайте в диалог и в беседу, и, ну, идите на эту встречу. Потому что сейчас вам самим непонятно, что происходит с вами. Что вы хотите на самом деле. Ваша душа, она просто потеряна. Да, и вы не видите дальнейшего движения к тому, что вы хотите прийти. Именно вот к земным благам, да. К любви, к заботе. Ну, вы... Вам сейчас этого не хватает, потому что вы себя не можете найти. Возьмите некую паузу, поэтому вы ощущаете себя в ступоре, поэтому вы ощущаете, что вы никуда не двигаетесь. То есть, ключевое, вообще ключевая карта всей, всего расклада, все вот эти позиции связаны с тем, что вы потеряли себя. Найдите себя, все структурируйте внутри себя, поймите, что вы хотите, как вы хотите, вообще, что с вами происходит. Определитесь и только потом двигайтесь. И тогда у вас получится встреча, которую вы задумали. Но поэтому карты изначально и говорили, что ответ 50 на 50, да, четкого ответа не было, потому что сейчас вы действительно находитесь в процессе какого-то исцеления, и вы немножечко запутались в себе. Разберитесь в себе, и тогда вы сможете пойти на эту встречу и на это... Лучше отложить, да, если, допустим, спрашивают сейчас мне, то я бы порекомендовала лучше отложить эту встречу, да, перенести, вот, не идти на нее, а найти, определиться с собой, прояснить, что вы хотите, и только потом уже встречаться с тем человеком, с которым вам нужно провести беседу. Не идите в том состоянии, в котором вы находитесь сейчас. Там однозначно, ну вот, поэтому карты показывали от бездействия и непонимания, куда двигаться, и что, и как. Хорошо, я благодарю вас за внимание. Я надеюсь, я смогла донести до вас ту информацию, которую мне сказали карты. Вы получили ответ на вопрос, как же пройдет очень важная и значимая встреча в вашей жизни. Я вам буду благодарна, если вы отпишетесь в комментариях, как действительно происходило. И хочу пожелать вам удачи, и до новых встреч. Пока-пока.